Управление КАН в начале декабря пригласило в качестве специалиста, чтобы доказать именно техническую часть всей этой ситуации. Вообще злоумышленники собирали информацию на просторах интернета, собирали имейлы, которые в открытом доступе. Старались найти именно бухгалтерские адреса, делали рассылку, в которой находился вирус. При запуске вируса начинались действия троянской программы, то есть он инфицировал компьютер и отслеживал поведение атакованного. Если там производились какие-то операции с бухгалтерскими программами или с системами дистанционного банковского обслуживания, то он тут же отправлял хакеру пароли и ключи. А хакер, в свою очередь, если нужно, то делал даже в плане того, что копии банк-клиентов, если программа установлена на компьютере, либо же получал пароли и ключи, которыми подписываются операции к себе. Потом они сделали платежные поручения, перечисляли средства на подставных лиц, ну и дальше уже, соответственно, наличка в банкомате, проблем никаких нет. Я занимался именно сбором информации, чтобы иметь полноценные доказательства по этому моменту, потому что хакер далеко не глупый человек был. Мало того, что он очень хитрый был человек и работал через несколько серверов. Каким бы хитрым не был хакер, те, кто занимается раскрытием этих преступлений, просто обязаны от этого становиться еще хитрее. И чем больше, чем сильнее развиваются они, тем сильнее развивается управление К. Меня удивило то, что человек все-таки совершил ошибку. И удивило, что не смог остановиться. Ну, если бы он, по сути, вовремя прекратил бы свои действия, то его было бы тяжелее найти. Но его бы все равно нашли. А жадность человека заставила совершать такие моменты, что погорел он очень быстро. Даже если бы он не совершил эти ошибки, его все равно нужно было бы вычислить, потому что, ну, интернет есть интернет. И здесь следы оставляет любой человек следы своего пребывания. Даже если он пользуется так называемыми анонимайзерами или там какими-то платными сервисами. Это просто для успокоения своей души. Он все равно на самом деле полностью под контролем. Это же первое дело. Такое громкое, можно сказать. И я просто получал удовольствие, разбирая все вот эти вот моменты. Можно ли тебя назвать виртуальным Шерлоком Холмсом? В хорошем смысле можно, да. Дело в том, что хакеры со времен еще Кевина Митника, с самого начала, они делятся на две группы. White Hat и Black Hat. Ну, вы, как понимаете, я отношусь к White Hat. Это как белые и черные колдуны, да? Да, то же самое, как с магией, только здесь шляпы. КОНЕЦ